Пандемия разделила мировую историю на до и после. Благополучие заметно пошатнулось во всех отраслях. Но не стоит забывать и о положительных переменах. В Ульяновской области вместе с кризисом появились и новые возможности. Например, во время режима ограничений в наших краях появилось более 170 новых IT-компаний. В первом квартале этого года они заработали на своих продуктах около 23 миллиардов долларов. Также в 2020-м в регион поступило 80 миллиардов инвестиций. На выездном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских не планирует останавливаться на достигнутом. Мы ставим себе цель выйти на уровень 100 миллиардов и уже в этом году будет существенный рост. Это показал и прошедший в Санкт-Петербурге экономический форум. Регион подписал в моем лице несколько крупных инвестиционных соглашений. Это из Почты России, это из компании «Марс», которая инвестирует порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. За пять месяцев 2021 года собственные доходы областного бюджета выросли на 3 миллиарда рублей по сравнению с таким же периодом 2020-го. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 15 новых предприятий. Эти индустриалы принесут более 10 миллиардов рублей инвестиций. Полторы тысячи рабочих мест пополнит местный рынок труда. Кроме материальных вложений в регионы промышленного прогресса, обсудили и качество жизни ульяновцев. На заседании с Советом Федерации обговорили меры поддержки. Обеспечить людей качественной питьевой водой и укрепить оползневые зоны. Андрей Кутепов сделал акцент на создании благоприятных условий для наших земляков. Когда мы приезжаем в регион, и каждый коллега сената, вот сегодня приехало у нас 7 человек, каждый поехал по своему направлению. Мы не ходим друг за другом. Каждый у нас в своем направлении. Каждый специалист в своей области. Я занимаюсь многодетными семьями, я занимаюсь проблемами Федеральной службы исполнения наказаний и ряд еще другими. Пока мы ехали сюда, мы обсуждали вопросы садоводства. Колоссальный пласт людей, которые выезжают у нас на земельные участки. Но мы должны создать условия для того, чтобы они проживали в комфортных условиях. Водоотведение, вода, продовольствие. Также необходимо заняться местными путями сообщения. Например, передать региональные дороги под федеральную опеку. Это может ощутимо разгрузить местный бюджет примерно на 250 миллионов рублей ежегодно. И это не все преимущества. А с другой стороны, требования к дорогам федерального мандата, они гораздо выше. Они становятся качественнее. В ближайшее время планируется ремонт и расширение дороги Ульяновск-Димитровград. Также по инициативе главы региона будет решаться вопрос развития муниципального транспорта. Виктория Черкова, Герман Баранов, Улправда ТВ.